Всем привет! Сегодня 20 ноября, вот я только сейчас выбрался обрезать свой виноград. Сейчас только с больничной вылез, перенес ковид в легкой форме, поэтому только сейчас выбрался обрезать свой виноград. Давно меня просили, чтобы я это показал. У меня есть видео двухгодичной давности, но оно может не очень удачно, и просили поподробнее. Ну давайте попробую, я надеюсь в этот раз как-то более убедительно и грамотно я это объясню. Итак, поехали! Ну вот она не летний кустик, он был посажен в этом году весной. Тут буквально один побежек, и то еле-еле вызрал. Его мы обрезаем на три почки. Ну, по стандарту он на две почки, но я немножко с запасом. Раз, два, три, ну, пускай даже четыре. Пускай так, все. Однолетний обрезан. Если бы он был толщиной с карандаш, то можно было почек на 6, на 7 обрезать, и попытаться получить сигнальную грузочку от нее. Но не на то, чтобы там прям урожай получить, а просто попробовать на вкус. Вот это двухлетний кустик. Он был посажен в прошлом году. У него уже два побега. Он толщиной тоже тоньше карандаша, и каждый побежек мы обрезаем тоже на две-три почки. Раз, и два. Все, кустик обрезан. Если бы здесь был толщиной с карандаш и толще, то можно было бы уже какой-то небольшой урожайчик, по пару гроздочек получить. Но так как развивается слабенько, перегружать не будем. Оставим, скажем, на обратный рост. Ну, вот еще двухлетний, тоже совсем слабенький. Два побежика, еле-еле душа в теле. Ну, тоже там две-три почки. И обрезаем его в следующем году. Будем с каждого побега гнать с каждой почечки по одной. Раз, два. Раз, два, четыре побежика. Будем пытаться с него что-то выгнать, сформировать куст на четыре рукава. Ну, и вот здесь тоже раз, два побега. Тоже тонюсенький. Но здесь уже, кстати, толщиной с карандаш. Здесь обрежу немножечко побольше. Может быть, получу сигналочку. Вот так его здесь щекну так. И здесь две-три почки. Вот будет так. Вот тоже двухлетний, но здесь уже толщиной с карандаш. Вот, посмотрите. Два побега, толщиной с карандаш. Ну, здесь я почечек на шесть где-то обрежу. И, возможно, получу по пару сигналочек. Развивается он более-менее неплохо. Так что посмотрим в следующем году. Возможно, получим, ну, не урожай, но она попробовалась. Вот тоже двухлетка. Прямо Украины. Идет очень хорошо. Хотя был очень вяленький. Вообще слабенький кустик. Слабенький я купил. Ну, здесь толщина с карандаш тоже обрежу, может быть, на шесть почек каждый. И получу в следующем году по сигналочке, хотя бы по две-три грозочки. Вот этому кусту уже два года. Должно быть два побега. Ну, получился один. Ну, что поделаешь. Толщина, толщик карандаша. И с него мы уже можем сформировать даже рука в следующем году. У основания будем гнать три побега. А этот я сформирую уже как рукавчик. Я его обрежу, скажем, почек, наверное, на десять. Вложу горизонтально его потом. И получу какой-то сигнальный урожай. Так что уже будет на попробовать. Ну, примерно так. Ну, вот у нас так он получился. Вот мы его так уложим. И подвяжем в следующем году. А пока мы пришпилим к земле. Он будет зимовать под укрытием у меня. Вот такая толстенная лазеняка, конечно. Если бы выгнала две таких лазы, у меня было бы два рукава. И можно было бы уже потиху нагружать. Ну, вот это вот трехлетний куст у нас. Он уже, по сути, мы сейчас из него сформируем уже нормальный веер. Вот смотрите, у меня вот этот многолетний рукав, двухлетний рукав, и на нем однолетки. Вот это будет у нас рукав. Это мы сформируем как плодовую стрелку. Вот здесь вот я обрежу с оставлением пенечка. Мы всегда оставляем пенечек, чтобы не усох побег. И я его уже... Вот он длинный. Я сформирую уже почек примерно на 10. Вот так его. Мы его подвяжем, и уже в следующем году будем с него получать урожай. Так, один есть. Вот одну сторону мы обрезали. Есть. Вот здесь побег этого года. Мы сформируем из него рукав на дальнейшее плодоношение. Я его обрежу тоже примерно от нижней проволоки. Тоже почек на 10 примерно. Так, но здесь плоховато вызерело. Кстати, лоза вот здесь холодная. Теплее. Теплее. О, слышите хруст? Вот здесь я его обрежу. Если бы вызрело больше, я бы немножко длиннее сделал. Ну, что есть, то есть. И вот так я его подвяжу. Будет у меня раз стрелка, два стрелка. Или, может, загну какую-то из них внутрь. Посмотрю. Это уже я буду думать весной. Все, одну сторону мы обрезали. Вторая сторона. Вот у нас раз-два. И здесь две будем. Ну, тоже неплохо все получилось. Это будет раз рукав мы сформируем. Вот это будет два рукава. Поэтому я обрезаю составлением пенечка. Обрезали. Есть. Все. Сейчас проверим, как лоза здесь вызрела и как мы обрежем это дело. Это каталония. Лоза, честно говоря, вызревает не очень хорошо. Но сорт неплохой, кстати. Сейчас смотрим. Вот здесь где-то чипну, наверное. Вот так. Есть. И будет второй рукавчик примерно на эту же длину. Возможно, я один уложу сюда, второй аккуратно потом выгну и закрою вот это пустое пространство. Ну, пока обрезаю вот так. Все. Это у нас сформировано. Это у нас будет в следующем году четырехлетний куст. Это уже взрослый куст. Можно уже будет нагружать. Готово. Ну, правда, мы это все сейчас свяжем фашинки и шпилькой прибьем к земле. И вот так он будет у меня зимовать. На нижней проволокой будет у меня укрытие. Это уже отдельная тема. Ну, вот обрезку мы закончили. Это однолетки, двухлетки и трехлетки. Четырехлеткие и более взрослые кусты мы обрежем с вами в следующем видео. Итак, подписываемся на канал, ставим лайк. Подписываемся на второй канал. Ссылка будет внизу в описании. Все. Всем пока.